Одна из самых интригующих пар этой стадии кубка надежды на зрелище хоть с натяжкой, но оправдала. Зиловская торпеда и Динамо играли, хотя и нервно, но вполне весело. Белоголубым, которые в целом больше владели мячом, удался относительно быстрый гол. Контратака на 19-й минуте, усиление быстрого слева и Сергея Гришина справа принесла очередной забитый мяч свежему динамовцу Медведеву. Братарь Зилы Каско не слишком расчетливо покинул на рото, и Медведев поражал уже пустой створ. Ответной нерасчетливости динамовского кипера Крамаренко автозаводцы дожидались больше половины тайма и дождались на 53-й минуте. Кирилл Новиков не вовремя ошибся в передаче, а вратарь в это время оказался вблизи линии штрафной. Беслан Аджинжал нашел кратчайший путь мяча к воротам, отправив его парашютом прямо в сетку 1-1. Однако за четверть часа до конца основной 90-й минутки показалось, что Динамо решило все проблемы. После навеса справа и ударов в штангу Воронкова, результативное добивание осуществил Медведев. 1-2. Иролан Гусик уже успокаивает болельщиков. Победа в кармане. Суппортеры Белоголубых и рады были бы успокоиться, но Зиловцы этого не допустили. Уже через минуту счет опять сравнялся. Необъяснимо провалился весь динамовский правый край, после чего Стумбрид с Поповичем вдвоем разобрались вблизи ворот. 2-2. И все идет к дополнительному времени. Но сначала команда Газаева остается в десятером. Падение Сергея Гришина в штрафной на исходе второго тайма судья Бутенко оценил как симуляцию, наградив динамовского хава второй желтой карточкой. Однако едва началось дополнительное время, составы были уравнены. Вышучили на замену Джушкариани, переусердствовал в перепалке с Аюковым после нелюбезного подката. Сначала игроки и арбитр соревновались в умении успокоить особо разгоряченных. А затем Джушкариани была предъявлена красная карточка. В итоге исход матча решали пенальти. До пятого подхода к мячу все били без промаха. А вот Зиловец Камнев проткнул мячом небеса. Спустя несколько секунд Аюпов не упустил шанса вывести Динамо в следующий раунд кубка. Клуб высшего дивизиона хоть и с трудом, но подтверждает субординацию во встрече с условно слабейшим.